Люди – не единственные разумные существа на Земле. Исследования доказывают, что животные гораздо умнее, чем многие думают. Многие приматы и птицы умеют пользоваться инструментами, а многие млекопитающие демонстрируют развитые когнитивные способности. Даже крошечные насекомые могут решать сложные на первый взгляд проблемы, работая сообща. Вороны. Вороны – это не только тема мрачных рассказов. Они также являются чрезвычайно изобретательными животными, которые, как известно, умеют работать в режиме многозадачности. Исследователи из Канады и Шотландии доказали, что вороны используют логику для понимания окружающей обстановки таким образом, который, возможно, превосходит способности человекообразных обезьян – дельфины. Дельфины являются интеллектуальными животными, что подтверждено документально. Они могут узнавать себя в зеркале и общаться друг с другом. Их большой мозг устроен таким образом, что позволяет осознавать и испытывать эмоции. Причём мозг дельфинов даже более сложен в структурном отношении, чем мозг человека. Бонобо. Бонобо – близкий родственник обыкновенного шимпанзе, ещё одного известного умного животного. Находящийся под угрозой исчезновения, Бонобо обитает только в Центральной Африке. Как и другие человекообразные обезьяны, Бонобо могут научиться пользоваться языком жестов и символов. После того, как исследователи научили Бонобо по имени Канзи общаться с помощью лексических схем на клавиатуре, обезьяна самостоятельно освоила базовый язык жестов, просто просматривая видео. Слоны. Слоны также имеют репутацию умных животных. У них также отличная память. Отсюда и поговорка. Слоны никогда не забывают. Слоны могут узнавать членов своего стада даже после того, как их разлучили на долгие годы. И могут вспомнить местонахождение старых источников воды, если в их нынешнем доме наступила засуха. Пчелы. Пчелы демонстрируют то, что специалисты называют классическим роевым интеллектом. Одиночная пчела не может быть умной в классическом смысле этого слова, но улей пчел может быть таковым. Если группе пчел нужно найти новое гнездо, они совместно собирают информацию и делятся своими находками, в итоге голосуя за то, какое место лучше всего подойдет для их нового дома. Белки. Белки быстро учатся. Причем учатся они у своих сверстников, особенно когда речь идет о краже еды. Более того, хотя известно, что белки закапывают еду осенью, готовясь к зиме, они иногда только делают вид, что закапывают ее, чтобы обмануть внимательных животных, не позволяя им определить настоящее местонахождение их запасов пищи. Крысы. Считаясь разносчиками болезней, крысы заслужили плохую репутацию, но это очень умные существа. Домашних крыс можно дрессировать так же, как собак. Они могут научиться приносить корм или переворачиваться. Их способность решать проблемы также подтверждена многочисленными научными исследованиями. Например, исследованиями, в которых крысы находили путь через лабиринты за вознаграждение в виде пищи. Однако некоторые крысы справляются с лабиринтами лучше, чем другие, что говорит о том, что среди грызунов есть разные уровни интеллекта.